Привет, любители острова! Сегодня на обзоре у меня будут ножи прям с пылу, с жару и с цеха. Но это первый момент, ребята. А второй момент, они будут со скидочкой 10%. Поэтому смотрите, выбирайте, самое время заказать и выбрать для себя хороший рабочий функциональный нож. Ребят, не просто там сейчас увидите, да, чтобы я там от чего-то избавиться, там, да, не ликвид какой-то сбросить. Нет, сами увидите, самые проверенные наши модели, ластуны, акела, волки, каймана, парочку там эксклюзивчиков, в общем, все то, что вы любите. Поэтому смотрите, выбирайте, ножи с хорошей скидкой, рабочие, функциональные. Для заказа смотрите первый закрепленный комментарий, там будет вся информация, телефон для связи, вот также ссылка на наш телеграм-канал. В общем, кому нужна будет срочно какая-то информация, сразу пишите, фотографии отдельно все пришлем. Выбирайте. Хочу начать обзор с казачьих ножей. Посмотрите, вот справа 4 штуки, пластуны, укороченный вариант. Сейчас я расскажу, для чего их заказывают. Полюбуйтесь. Как сказал Толстой, границы породили казаков, а казаки создали Россию. Я думаю, с этим можно согласиться. Обратите внимание на рукояти. Эти два варианта прямо от классических ножей пластун. Отличаются только, сейчас покажу, небольшой здесь гардой. Вот здесь гарда более выраженная. Посмотрите, эту модель всегда заказывают охотники на большую дичь и рыбаки на большую рыбу. Палец ваш под защитой, хорошая развесовочка. Спуски, посмотрите, прям подняты до дола. Здесь вогнутая линза рез просто как у бритвы. Вот здесь, соответственно, гарда чуть поменьше. Но, тем не менее, пальцы ваш тоже под защитой. Хорошо нож лежит в руке, хорошая развесовочка. Во-первых, леночек не маленький, скажем так, полноразмерный. А во-вторых, вес рукояти дает прям такое ощущение. А здесь вот прям классика. Это вообще от шашки Больстер. Посмотрите, очень часто этот нож тоже заказывают. А пятка уже от ножа пластун. Здесь тоже шпенечек, куда можно проздеть шнурочек для дополнительной безопасности при маневрировании. И, соответственно, чтобы нож не уплыл. Здесь они, как видите, отличаются тоже по цветам. Здесь стабилизированный коричневый корейский береза. И здесь такая вот изумрудная, очень хороший, приятный цвет. Покажется вам зеленым, возможно, некоторым. Но он такой, знаете, там изумруд. Очень красиво и хорошо смотрится. Красиво на этих ножах будет смотреться гравировка, потому что площадь позволяет. Кстати, вот этот вот пластун, точнее вот эти вот два. Вот этот вот и вот этот. У них чуть поуже клиночки, поэтому тоже обращайте на это внимание. Вот очень красиво, посмотрите, на вылет в носик сделана взрезка. Очень красиво смотрится. И хорошо режет этот нож за счет формы спусков и вогнутой линзы, и того, что выше поднята. Со скидочкой такие ножи, ребят, 7 тысяч рублей. Чехол в комплекте. Дальше идем. Ножи штрафбат. Тоже такая, знаете, прям классика. С разных сторон вам покажу. Прям посмотрите, наша, не боюсь этого слова, советская щучка на клиночке. Разные варианты на больстере. Сейчас я вам тоже подробно все расскажу. Посмотрите, вот этот вот вариант. Очень интересный здесь больстер. Красиво смотрится. Посмотрите, как узорчики такие. Мне вот самому очень нравится именно этот больстер. Вот, классическая щучка наша советская. Вот, посмотрите, скос для такой брутальности. Все-таки нож штрафбат. Вот, и дол тоже сделан. Рукоять хорошо лежит в руке. Такое прям пузико прям очень-очень хорошо лежит в руке. Отверстие под темляк, соответственно. Вот. Здесь, обратите внимание, еще раз такой больстер. А на этих двух ножах... Здесь, кстати, стабилизирована карельская береза. Здесь термоясень. Очень красиво смотрится. И вот даже сейчас я сразу взял в руку и чувствую, что здесь прям полегче. Немного невесомый нож. Поэтому кто-то долго работает, на долгую работу. Вот, обратите внимание, здесь чуть полегче. Здесь, соответственно, вот такой вот больстер. Сделан из бронзы. Такой пасек сделан. Вот. В общем, хороший рабочий функциональный нож. Что по мясу, что по рыбе, что по грибе, что на карманах. В общем, выбирайте. Со скидочкой такой нож. 5,5 тысяч рублей. Ребят, вот эти два ножа. Я ссылочку оставлю. Там обзорчик был. Это CPM 125V. Стоимость 66 тысяч рублей. И вместе с формованными ножнами. Карбон очень крутой. В общем, хорошая резучая сталь. Вот. Для... На подарки берут мужьям, друзьям, боссам, командирам. Вот. Нож Everest. Он в пределах 50 тысяч рублей. Вот. Смотрите, здесь мамонт. Очень красиво. Очень красивый узор на мамонте. Вот. Энергетика, да? Тысячелетний. Мамонт. Вот. Ворсный. А может быть в вашем гардеробе. Тоже вам рекомендую. Нож Everest. Ну, соответственно, кто там несколько ножей, то скидочку отдельно отговорим. Ребят, одна из самых проверенных, популярных наших моделей, с которой вообще начиналось наше, так сказать, предприятие, наше производство, это нож Акела. Посмотрите, разные формы спусков. Вот снизу начинаем. Смотрите, здесь от обуха, дальше три четверти, дальше снова от обуха, от обуха и его тоже на три четверти. Вот. Здесь красивая расцветка в форме флага нашей великой родины. Ну, дойдем до этого. Давайте вам покажу. Вот эту модель очень часто заказывают. Во-первых, она рабочая. Посмотрите, как красиво смотрится форма спусков. Во-вторых, ну, раз Акела должен быть волк, здесь тоже на пятке все есть. И на подарке вот девчонки, мужики, женщины заказывают мужьям, друзьям, товарищам, так что тоже вам рекомендую. Они по стоимости те, что вот с пятками из Мельхиора, они 6 тысяч рублей. Вот. Давайте сейчас вам покажу еще вот эту модель. Здесь тоже 6 тысяч рублей, но спуски уже на три четверти. Вот. Фальшлезвие небольшое для проникающей способности. Вот. Увеличенное, скажем так, здесь все предусмотрено. Красиво и хорошо лежит в руке. Красивая рукоять тоже. Бирюза такой цвет. Палец под защитой, отверстие под темляк. Ребят, пользоваться можно везде, вот где бы, в любой сфере, в любом, скажем так, деле. Хоть охота, хоть рыбалка, хоть туризм. На подарки, на кухню. Ребят, вот по этой модельке я сейчас взял ее в руку и надо уточнить. Возможно, этот нож у меня заказной. Вот. Ну, так, тем не менее, 5,5 тысяч рублей со скидочкой он стоит. Ну, уточню вот я по поводу наличия. Вот. Там все вам напишу. Вот хорошая моделька в плане оформления тоже рукояти. Посмотрите, здесь рукоять Мельхиор. Тоже красивое лисье. Ножи в масле тут, не пугайтесь. Вот. Вам тоже рекомендую хранить все в масле. Все-таки это ваши деньги. Вот. Это, скажем так, чтобы все дольше служило и надежно. И досталось вашим правнукам. Вот. Так что смотрите. Выбирайте хорошая моделька. Рабочая, функциональная. Спуски от обуха. Рез просто, как у бритвы. Я знаю, вчера показывал. Там в шорцах. Можете посмотреть. Здесь спуски на три четверти. Вот. Красивая тоже рукоять. Посмотрите. Разные цвета так переливаются. Вот. Нравится мне и больстер. И оформление пяточки такое. Знаете, какое-то оно. Ну, интересное, красивое. Вот здесь, соответственно, полировочка в зеркало. Клиночка. Вот. Смотрите. Выбирайте. И красиво будут смотреться эти ножи с гравировками. Вот. Сейчас обставочки там сделаю. Мы тоже посмотрите. Вот эти вот две модельки со скидочкой. Они будут пять тысяч рублей. Посмотрите. Здесь лак Россия. Больстер сделан из неубиваемого материала. Это G10 черного цвета. Вот. Рукоять очень хорошо лежит в руке. Ну, ничего лишнего. Просто рабочий нож. Акела. С такой рукоятью. И вот рукоятью из ореха. Здесь тоже так на контрасте. Очень красиво смотрится. В зависимости тоже, как падает освещение. Как падает свет. Тоже смотрите. Выбирайте. Вот. Хорошие отзывы по этому ножу. От охотников. От рыбаков. От туристов. И даже от военных. Вот. Поэтому тоже вам этот нож рекомендую. Ребят. Нож, который я давно хотел сделать. Тоже он попал в эту подборочку. Ножей Акела мы делаем много. Но вот именно рукоять Эластрон. И спуски от обуха. Блин. Эту модель мы вообще не делали. Поэтому тоже рекомендую. Вот. По стоимости 3200 рублей. Со скидочкой он будет. Посмотрите. Отверстие потемляк. Тоже ничего лишнего. Сталь 95Х18. Спуски от обуха. Резачок. Вот. Ссылочку оставлю. Как режет. Как бреет. Тоже вам покажу. Все. Можете посмотреть все в первом закрепленном комментарии. Ребят. Не за горами. Точнее через пару дней будет день ВМФ. Поэтому у вас еще есть возможность купить 3000 рублей с гравировочкой нож для себя, моряка или другу моряку. Или просто, скажем так, с морской тематикой нож. Кто рыбачит, вам точно пригодится. А скоро будет день тех, кто с неба вам привет передает. Никто кроме них. День ВДВ. Смотрите. Тоже есть возможность и для себя любимого, и для друга. Такой ножичек. Смотрите, как красиво смотрится с гравировкой. Ну, просто загляденье. Вещь. Рекомендую. Вот. Поэтому смотрите. Выбирайте, что непонятно по ценам. Там тоже спрашивайте. Вот. Ну что, переходим дальше. Следующий на обзоре ножи называется Волк. Посмотрите. Вот снизу два спуски от обуха. И третий полировка в зеркало. Там на три четверти. Сейчас я их поближе покажу. Соответственно, как в руках лежат. Ребят. Ну, охотники заказывают эти ножи для ошкуривания там зверя, да. На среднюю дичь, на крупную дичь, на кабанов, на медведей, на лосей. Вот. Везде. От Калининграда до Камчатки. Вот. Отзывы такие хорошие по этому ножу. По форме клиночка. Вот. По удобству в работе. Здесь эта модель именно сделана, как видите, и в рабочем исполнении, и в то же время подарочном. Ну, раз нож волк, то, соответственно, здесь такой вот волк, посмотрите, на пяточке. Хорошо очень смотрится рукоять. Спуски от обуха, посмотрите, и пропороть, и поработать, соответственно, и на кухне, и в быту. Везде пригодится такой нож. С гравировкой тоже смотрится отлично. По стоимости. Так же, как и Акела. 6 тысяч рублей. Теперь давайте покажу вам с другой рукояти. Посмотрите. Ну, поближе вам уже видели ее, да, но тем не менее. Вот. Также для подарка это топ-модель, потому что, реально, если вы ищете подарок человеку, и не знаете там про его хобби, то подарите ему нож волк. Вот. Этот нож пригодится везде. Знаю и сам по себе, и по отзывам. По стоимости тоже 6 тысяч рублей. Вот. Знаю, что некоторым нужны спуски вот такие вот на 3 четверти, как здесь, посмотрите. Они от обуха, поэтому тоже предусмотрели с красивой рукоятью. 6 тысяч рублей. На всех ножах, соответственно, старый Х-12 МФ. Вот. Дальше идем. Нож за сапожный. Он вообще в таком вот исполнении, обратите внимание на рукоять. Вот на рукоять, посмотрите, и у Больстера, и на пятку. Он вообще напоминает нож северных народов. Потому что, ну, по типу, понимаете, паука. Леука большие, да, паука поменьше. Вот. Поэтому тоже вам этот нож рекомендую. Нож проверенный. Сейчас мы делаем из С-390. Там один интересный проектик. Но тоже вам попозже покажу. По стоимости 5 тысяч рублей. Посмотрите, как красиво смотрятся проставочки в виде цветов флага нашего. Супер. Рекомендую. Вот эта модель. И еще одна модель. Нож восточный. Тоже интересная моделька. Посмотрите, прям напоминает. Там и пчак, да, и что-то наше. Щучка такая. Прям тоже на острие. Линии рез увеличены, соответственно, за счет формы острия. И тоже хорошо нож лежит в руке. А на рукояти, посмотрите, здесь такие прям прожилочки. Тоже красиво смотрятся на всех ножах отверстия под темляк. Рекомендую вам этот нож как вспомогательный. Вот. Поэтому тоже обращайтесь и заказывайте. Ребят, для порядка тоже положил тяпку. Все-таки сезон мяса у любителей животных, он как бы не заканчивается. И вот здесь в садной монтаж, у кого дерево подух, прям хорошая эргономика. То есть вот прям под своим весом он уже прям клюет для рубки. И по косточкам можно здесь взять по обуху 5 миллиметров. Особо здоровые парни, я знаю, что смогут и пошинковать, и порубить, и поработать даже по шкуре. Вот. Поэтому такие ножи я тянул шкуру и спокойно, глубоко, не глубоко, а далеко прорезает. Вот. И за один раз много снимает. Вот. Поэтому тоже вам рекомендую для косточек, для мяса, для ребрышек тоже в комплекте такую вот тяпочку иметь. Со скидочкой 4700. Ребят, ну на эксклюзивах я не буду задерживаться. Кого что заинтересует, обязательно пишите, все вам расскажу. Здесь эти вот две модельки, здесь Рок Буйвола просто давайте вам покажу. Сначала, знаете, у меня все всегда завораживает меня, как меняется клиночек на мозаике в зависимости от освещения. Просто смотрите, один узор, чуть-чуть меняешь освещение, другой узор. В общем, залипательная красота. Проставочка просто ядерный карбон золотистый и Рок Буйвола. Рок Буйвола тоже, как бы, такая мощь, энергетика. И вот, знаете, красиво смотрится. По стоимости здесь 60 тысяч, с ноженами формованными чуть-чуть подороже. Нож Валентина. Нож Валентина просто красота. Вот с ноженами 66 тысяч рублей. Очень красивый нож. Так, это Кадет. Тоже S390, кстати, здесь всталь. Очень красивый элегантный нож. Вот, смотрите, как красиво смотрится Мамонт на рукояти. Ссылочку на обзор этих ножей я тоже оставлю. Можете все посмотреть на подшипниках. Так, ну что идем дальше, ребят? Ножи Кайман. Очень функциональные рабочие ножи. Всегда летом, точнее по рыбе. Вот я по рыбе всегда работаю Кайманом. Начиная с весны и до осени. Филешечку снимаю и как бы просто разбираю, потому что нравится мне как-то вот как клиночек, рукоять все вместе лежат. И вот там прижимать и вести, свозить, готовить очень удобно. Вот, смотрите, здесь спуск прямо от обуха. Как красиво, интересно, тоже смотрится агрессивно. Ну, соответственно, можно перехватить где-то что-то дольше работы. Здесь все предусмотрено. Вот, и по шкуре, и по рыбе. Вот, по стоимости тоже 6000 рублей. Это, кстати, увеличенный клинок. Будет две модельки. Здесь с теплой рукоятью из бересты. Здесь, посмотрите, небольшая фасочка снята. Ну, так на любителя тоже знаю, что вы люди требовательные. Сделаешь так, надо так. Сделаешь так, надо вот так. Тем не менее, ну, вот тоже все для вас предусмотрено. Посмотрите, как красиво нож лежит в руке. Теплая рукоять, отверстие под темляк, нетравимоопасное. По стоимости тоже 6000 рублей. Вот на этом Каймане мне очень нравится рукоять. Какая-то такая, знаете, ну, с одной стороны вроде краснота есть, да, с другой стороны что-то такое. Янтарное, что-то такое ярко-ярко-рыжее какое-то. Вот, тоже 6000 рублей. Ребят, очень хороший функциональный нож. Вот, и, еще раз скажу, и по мясу, и по рыбе. И тоже заказывают на большую дичь, на среднюю дичь. Вот, соответственно, для, скажем так, комплекции можете заказать еще и укороченная модель. Недавно у нас появилась, тоже сразу, как бы, завоевала популярность. Красиво смотрится. Ну, как бы, мне вот всегда важно, знаете, чтобы не только ножи были функциональны, но и, бэн, элегантные. Ну, вот, я такой человек. Я знаю, что и вы-то такие. Как сказал там у нас Дмитрий в комментариях в Телеграме про Каймана. А, да, вот, кстати, про этот нож он сказал. Даже и поворчать-то не на что. Ну, то есть, понравился ему этот нож. Вот, так что, смотрите, по стоимости тоже 6000 рублей. Рабочий, там чувствуется вес такой нормальный. То есть, и по шкуре, и по мясу, и для подарка. Такие ножи, кстати, они красиво смотрятся с гравировками, потому что площадь позволяет, как бы, да. Вот здесь тоже самое. Рукоять такая же, стабилизированная корельская береза. И разводики тоже на ней. И вот, в общем, красивый функциональный нож. Смотрите, мне вот, как вам, кстати, ну, напишите. Тоже хочется ваше мнение знать, потому что мы их там выставляли в Телеграме, сразу их разобрали, вот, и посоветоваться с нескими. Ну, вот, Дмитрий сказал. Теперь и вы скажите. Ну что, продолжаем. Классика жанра. По стоимости тоже 6000 рублей. Классика жанра. Финки, НКВД и просто финночки. Собственно говоря, по классике у нас здесь одна финка НКВД из стали Дамаска. Смотрите, как красиво смотрится узор. Просто загляденье, как он играет. Смотрите, поближе вам покажу. Очень красивая рукоять такая, сиреневого цвета, проставочки. Вот здесь, соответственно, на пяточке герб НКВД. А здесь, если посмотреть, потом увидите и лавровые листочки, и ленты. В общем, красота. Ребята, со скидкой 6000 рублей. Очень хорошая скидка на хороший нож. Как говорится, это старомодно? Нет, нет, это классика. Вот, ребят, вот такая финка. Вот, это отец Аркадий нам подкинул идею. Я скоро выложу отзыв, как он пользуется. Очень интересная модель. Посмотрите, по форме клиночка. Вот, больстер здесь такой. Посмотрите, вверху упорчик, внизу небольшой упорчик. Рукоять здесь стабилизированный, просто карелка такого классического цвета. И пятка, соответственно, чистенькая, без каких-либо узоров. Вот. Он пользуется на рыбалке, соответственно, на рыбалке и в быту, и у костра. Колбаски порезать тоже вам рекомендую. Со скидочкой 5500 рублей. Ребят, ну а дальше такая, знаете, вот эта классическая финка. Как-то я читал, что до сих пор находят ножи там северных народов. И практически ничего не изменилось в наше время. Здесь, посмотрите, такая вот интересная. Такой интересный больстер с узорами. Вот, пяточка тоже классическая. Вот, кстати, напоминают, знаете, такие узоры у стрелы Одина. Вот. Вот, здесь финка, теплая рукоять на природе, за грибами, на охоте. Везде тоже можно пользоваться. Хорошо лежит в руке. Вот спуски, как видите, подняты. Здесь тоже вогнутая линза, сатинчик. Вот, где что надо пробить, соответственно, вкладываем в пильную сторону ладони и протыкаем, либо другой рукой бьем по этой руке, куда вы вложили. Тоже для безопасности. Хороший нож со скидочкой 5500 рублей. Вот такой обзор получился. Заказывайте, смотрите первый закрепленный комментарий. Там будет телефон для связи, соответственно, фотографии, какие-то пожелания. Все присылайте, мы вам проконсультируем, ответим. Вот, ребят, хорошая возможность купить нож со скидочкой, вот, потому что сэкономленные деньги, это деньги заработанные. Заказывайте ножи для своего гардероба, для друзей с гравировками, потому что такие подарки, они остаются навсегда и запоминаются навсегда. Да, специально еще раз напомню, сделал подборку ножей функциональных и рабочих. Ну, я думаю, вы тоже сами все видите. Вот, обращайтесь прямо сейчас. Красота. Хотите подороже, хотите подешевле, как говорится, на любой кошелек, на любой карман, но все эти ножи обвиняют то, что они реально функциональные, они реально рабочие. Рабочие, обращайтесь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok